Всем привет! У меня начался вывод утят. Сейчас чисто через крышку заглянул, увидел, кто-то там лазит. Сейчас посмотрим, сколько их и какие они, зайки мои. Та-дам! Ой, вы мои хорошие! Гляньте, и темненький какой-то. Ой, вот этот уже почти вылез. Сейчас откроем ему крышечкой, пускай вылазит. Маленькую дырку проделал себе. Вот такие, в основном, светленькие, видите? Один. Этот с темной спинкой какой-то. Да, вот прям чернышек. Такой вот, смотрите, красавчик. Это крякающие породы уток, поместные, от Игоря, моего подписчика, и уже друга, с которым мы менялись яйцами. У него, кстати, уже цыплята мои вылупились, а вот у меня начали вылупляться утятки. Тут-то были и открякало кииндоутиные яйца, но по итогу, вот сюда я откладывала такие, что не похожи, которые должны вылупляться, но по итогу вот все больше забирают туда наклюнутых яиц. Возможно, индоутинные были все... Вот он вылез. Возможно, были все индоутинные неоплот. А тут такие, что я даже просветил уже, и тут основная масса такая, воздушная камера ходит, так что... Походу, только крякалки будут. Но меня радует то, что вывод проходит хорошо. Ну, начался хорошо. Наклев дружный, утятки полезли и не замирают, потому что это, скорее всего, будет мой первый удачный опыт с инкубацией водоплавки. Всегда, неизвестно из-за чего, скорее всего, теперь, я так думаю, из-за качества яйца. Зародыши погибали, и в основном даже на последней стадии. Что с гусятами, что с утятами. Вот этот вот уже давно лежит, и как будто начал прокручиваться, но лежит. Вот он с утра еще, я думал, начал крутиться, думал вылупиться первый. Не знаю, может, помогу ему чуть-чуть, сейчас посмотрим. Вот этот еще с острого конца, тоже, наверное, ему надо помогать. Наклев такой большой, сам он, скорее всего, не вылупится. А, слизи сколько! Это слизь из яйца. Все. Получается, у нас уже пять малышей можно считать с этим. Сейчас закрою, не буду их морозить. Пускай обсыхают в инкубаторе, потом заберем. Я буду снимать весь вывод от начала до конца. Так что, когда вылупятся еще, мы с вами заглянем, сухеньких заберем. Ну, пускай они подольше посидят окрепнут, так как я их буду сажать к цыплятам. И не только цыплятам, там у меня сборная солянка. Они уже большие, активные, так что лучше, чтобы эти подольше тут окрепли. Все, не морозим, закрываем и ждем дальше. Так, вот этому остроконечному я помог чуть-чуть, вот так вот. Крови нет абсолютно у него. Так что, я вот так расколупал крышечку, и он пускай вылазит. А вот у этого еще кровь, этот лежит, не буду ему больше помогать. Из корлупки забыл забрать, сейчас заберу. Утро следующего дня. Прошлую часть видео я снимал вчера вечером, а сейчас уже наступило утро. Вчера было семь утят. Вылез тот, которому, помните, с острого конца, который лупился, я ему помог, ему только вылезти оставалось. И которому еще второму помогал, с тупого конца, где еще кровь была. Потом тоже помог, ему открыл крышечку. Сейчас посмотрим. Думаю, вылез уже все хорошо. Ну, слабенький был какой-то, мне показалось. Та-дам! Ой, какая уже банда тут! Какая банда большая! Ой-ой-ой, бедненький, боятся, вы чего боитесь? Вот такой, кстати, смотрите, красавчик какой-то. Пепельный, что ли. Голубой, может быть, будет. Это вот как раз-таки, который с острого конца был. А не помог бы, может быть, и не вылупился бы такой красивый. А маленький какой-то, да? Вот этот прям большой такой. Ну, малыши тут в инкубаторе влажность большая, поэтому они еще все мокрые. Сейчас под лампочку заберем и обсохнут. И вот два штучки. Ой, они позасирали. Хорошо, я там бумагу подстелил. Не в инкубатор и в воду понаэтывали. Сируны такие. Так, вот скорлупочки. Сами все повылазили. Что тут осталось у нас? Давайте сейчас смотреть. Вот этот вот этому помогать надо. Уже по наклеву могу сказать. Скорее всего, ему нужна помощь. Сейчас поковыряем. Так, тут еще наклев есть, но он маленький. Вот там прям слышно, как он пинается. Как бы такого ждем. А вот часто, когда вот так наклев уже сделают большой, прям дырка, то потом это значит надо помочь им. Не могут вылупиться. Тут не вижу. Ну, сейчас я оставшиеся яйца просвечу, посмотрю, вам скажу. А утят забираем. Два. Четыре. Шесть. Какие-то они разнокалиберные. Восемь. Одиннадцать утяток уже. Очень хорошо, очень я доволен. Уже тому даже, что есть. Вот они тут у меня в ведерке понесли. А посажу я их пока что к перепелиной банде. Тут у меня еще гусенок с ними тоже вчера под уткой вылупился. Сначала посадил ко всем. Вот тут вот у меня. Тут цыплята, гусенок по старшей перепелке. Но они-то шустрые уже все. И эти просто только еле ходят. А они их сбивают с ног. Поэтому тут буквально с перепелятами сутки окрепнут. Как начнут шустренько бегать, то посажу к тем. Потому что с перепелятами им не место точно. Такие малыши, маленькие мои. Красивенькие мои. А лапки какие интересные, гляньте. Вроде светлые, а пятна темные есть. И этот, гляньте, вообще лапы у них классные. Я таких крякающих уток первый раз вывожу. У меня кто были? Это дикий один утенок вылуплялся. И бегунок один вылуплялся от моих. А брал вообще бегунков уже готовых утят. Так, вот такой красавчик. И последний вот такой вот. Оп. Все. Пускай крепчают. Тут тесновато, конечно. Но ничего, они недолго тут посидят. Потом съедут. Ничего страшного в этом нет. Значит, что мы имеем в инкубаторе? Утеночка, которому я помогаю. Вот помог чуть-чуть. Кровь еще рано. Ну, ничего, я думаю, помогу вылупиться. Чуть позже просто. Вот два яйца наклюнуты. Вот это и вот это. И вон там два яйца живые, но не наклюнутые. И два яйца я отбраковал, замерли, к сожалению. Один уже был наклюнутый в воздушную камеру, но погибли. Может быть, не хватило сил пробиться. Ну, неизвестно. Как бы это нормально. Все. Ну, троих еще точно ждем. А те два посмотрим. Клюв в воздушной камере нет, поэтому пробить дырочку я не могу. Посмотрим, как будет. Вылупятся, не вылупятся. Может быть, чуть позже будут. Утяжки тут сейчас быстро станут красивыми и пушистыми. Потому что тут сухо, влажности нет. И они под лампочкой быстренько отсохнут полностью. Все. Такие вот карапузики. Будем ждать дальше. И надеяться, что вылупятся еще все пять яиц, которые там лежат. Уже вечер. Уже прошло чуть больше суток с начала вывода. С момента появления первого утенка. И доковырял я, называется, оставшихся. Три утеночка. Вроде хорошенькие, но вылупились все с моей помощью. Сейчас расскажу, кто из каких яиц. И тут один, ну, я думаю, вот вы увидели. Не хочу показывать, чтобы Ютуб не заблокировал просто. Вот так вот положу его. И сейчас расскажу. Там уже выложил на вывод. Другие яйца должны выводиться скоро. Вот. Утята. Оставалось у нас с вами. Что оставалось-то? Ну, начнем с двух яиц, которые вон там лежали в конце. Я вам показывал. Не наклюнутые, но живые. Один, собственно, вот этот вот. Мне показалось, что уже замер, просветил. Вроде и безжизненно все и не шевелится. Я его хотел выкинуть, но я яйца никогда не выкидываю. Я яйца сверху, со стороны воздушной камеры, с тупого конца. Делаю дырочку и проверяю, чтобы точно был цепленный. Утенок, утенок, неважно, замерзший. Потому что был у меня такой, я яйцо разбиваю просто об землю, а там живой цыпленок. А если вот так пробить, то мы его не повредим особо. Ну, так же сделал, оказался еще утенок живой. Как бы, знаете, жизнь это его спасло. Я думаю, сам бы он не наклюнулся в любом случае. И уже бы задохнулся, как со вторым случилось. Сейчас расскажу, почему с ними так. Я, как бы, ему помог. Нашел, по итогу, я так коврнул чуть, крови нет особо. Я решила найти клювик, чтобы он не задохнулся. И дальше уже оставить пока что. Нашел клювик, все. По итогу, когда уже, ну, потихонечку помогал, ему крови не было. Достаю голову, ну, и вижу картину, которую вы там могли видеть. Как бы, у него нет кожи на голове. У него там просто мозг, я не знаю, что там. Ну, собственно, поэтому, я думаю, он и не мог наклюнуться. Также со вторым он замер, я ему не помогала. Я думала, ему тоже вот так сверху пробить. Но не просто так, знаете, они не вылуплялись. Это вот доказывает то, что не нужно. Кто сам вылупится, тот и вылупится. Но я все равно, я помогал и буду помогать. Потому что все равно жалко. А вдруг хорошенький, ну, бывает, конечно, зачастую хорошенький. Просто слабенький, не хватает сил. А потом вполне крепкие утята-цыплята получаются. Со вторым у него такой аномалии не было. Но у него был клюв кривой. У него нижняя часть клюва была длиннее верхней. Ну, поэтому он, собственно, тут же у них такой зуб, которым они пробивают на верхней части. И поэтому он даже пробиться не мог, я думаю. Ну, да, может быть, с него бы было побольше толка. Он бы, может, и выжил. По итогу, ну, тоже зачем такой калека. Так что сильно не расстраивайся, что замер. Остальные, значит, все помог. Два яйца были наклюнутые, помните? Ну, такие, немножечко наклюнутые. Одному помогал. По итогу, вот этот, по-моему, он залипший такой чуть-чуть. Те два тоже лежали. Я думал, сами вылупятся. По итогу не вылупляются. Я побоялся уже оставлять. Ну, вот вроде они, видите, сильные. Вот этот только вылез недавно. Вот этот, конечно, послабее такой. Начал ковырять абсолютно вообще кровине. То есть они супер готовые. И я расковыривал, и они вылазили дальше сами. 14 утят, по итогу. Ну, не считая вот этого, конечно, я не знаю, что с ним делать. Он живой, что самое страшное. Тоже, наверное, придется убирать, чтобы он не мучился. Как бы там такая аномалия, что ничего точно не получится с него. 14 утяток вылупилось. Сколько яиц было? Изначально, конечно, было много. Был большой неоплод, было много кровяных колец. По итогу я не помню. То ли 24, то ли чуть больше яиц. Было оплодотворенных хороших. Ой-ой-ой. И из них вот получили столько. Учитывая, что это была совместная инкубация, инкубировались они при температуре 37,8. Это высоковато для них. Поэтому и вывод. Чуть раньше сегодня, только вот сейчас конец 28-х суток, начало 29-х. Они уже все вывелись. Так что я считаю, что очень даже неплохо. Но самое главное, это мой первый успешный опыт с инкубацией водоплавки. И я безумно этому рад. Я сейчас уже уставший, потому что уже 12 ночи. Я тут снимаю вам. На самом деле, правда, очень рад, что все получилось у меня. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока. Эти будут обсыхать, крепчать за ночь. И посажу их ко всем. Спасибо за субтитры Алексею Дrawkat. Продолжение следует...